Что можно сделать с компьютерного корпуса? У всех они остаются, особенно в учреждениях, организациях. Там, когда идет обновление, их сотнями, тысячами выкидывают, природу засоряют, то есть их надо отдавать на переработку, на разборку. Тут целая история, там целые острова, где-то островные есть государства в Африке. Туда свозят вот эти все комплектующие компьютерные. И смотрите, как придумал человек, да? Сюда и книги положил, все, как полку закрепил. Ну, тут еще вот сейчас увеличить, посмотреть. Смотрите, тут у него и такая полочка, и такая. Ну, то есть тут уже ваше, как говорится, то, что вы придумаете. То есть ваш креатив, арт. Вот, смотрите, вот еще применение столик сделали с компьютера. Тоже установили, все. Ну, тут надо подумать, как что закрепить крышку. Оно все там легко крепится, потому что, ну, оно все там засверлено, дырочки есть. Но тут можно еще нарастить. Тут, скорее всего, корпусу было нарощено с другого корпуса от системного блока, чтобы выше было. И вот так вот тоже многофункционально. И никто не скажет, что не модно. Ваш столик не модный. Красиво. Шашлыки жарить. Действительно мангал, гляньте как. Температуры не боится. Металл. Красиво. Вот оно тоже для дисководов. С продувом совсем оригинально. Ну, вот лавочка. Два системных блока. Одинаковых, если есть. Тоже действительно. Попробуйте приделать вот эти ноги. Надо брать трубы, сваривать их. Поперечину давать. Чтоб все ровненько было. А тут, если два одинаковых корпуса, уже высота подобрана. Все подобрано. Массу большую выдержит. Смотрите, какая красота. Как придумано. Что скамейка и готовая. Вот так вот повторно использовать. А тут как ботаник какой-то, смотрите, выращивает рассаду. Главное, чтобы это были помидоры, а не какая-нибудь другая рассада, которая, может, законом запрещена. Лампа стоит. Все соберет урожай огурцов, помидоров. Или что он тут растит. Красиво тоже. Смотрится. Так, попробую лампу закрепить. И все остальное. Сквозняки будут. А тут уже свой микроклимат получается. А если еще стеклом закрыть, оргстеклом, то тут температура нагонится очень быстро. Или крышку боковую поставить. И будет сразу, как инкубатор целый. А вот кофемашина получилась. Смотрите. Сделал, видать, как-то туда элемент поставил. Все. И вот так вот оно красиво с подсветкой совсем. То есть, одним словом, смотрите. А это такой настолько широкий рынок. Столько всяких у нас изделий. Ну вот. Таких вот. Что можно все применять повторно. А эту фотографию подобрал. Что-то навеяло этими компьютерными корпусами окно. Как символ Windows. Смотрите. Бывают старые окошки. Смотрите. Видите? Такие квадратные. И вот как тень падает. И вот такая вот фотография интересная. А вот это я когда-то шел. Тоже вот это навеяло. Снял на фотоаппарат. Смотрите. Домик. Это я когда-то шел. Хозяин был рядом. И он рассказал, что этот домик вообще построен где-то в 1800 каком-то году. Под 90-м году. То есть, ему уже там свыше 120 лет. Это в центральной части Херсона. И мне удивило. Смотрите. Вот это видите. Окошко перекосилось. А стекла не полопались. Вот сейчас я увеличу. Это хорошим зеркальным фотоаппаратом снято. Тут большой снимок. Тут аж 6000 по ширине. С хорошим разрешением. Сейчас мы окошко вот это вот подвинем. Смотрите. Какие окошки. Это после войны, наверное, эти рамы ставили. Смотрите. Вот видите, как тут идут вот эти все мазанки. Вот это все. Какая фактура. Вот идет. И окошко, смотрите, как перекошено. И целое держится все. Сейчас еще увеличим. Это у нас вот уже подошел конец увеличения. Вот так вот оно. А вот так вот соседнее ровненькое. Видите, окошко. А это такое перекошенное. И вот это ровненькое окошко. Видите, вот так вот повело дом. Ну, что поделаешь. А это у нас кошечка. Залезла в системный блок. Коты вообще любят разные. Где, куда можно залезть. Вот так вот. Чистенький блочок. Сюда все ставить. Ну, вы сами можете компьютер модернизировать. У меня есть, как заменить жесткий диск на новый. Вот этот, который без вращающихся пластин. Тут у меня в папке я видео со своего системного блока. Когда-то я снимал. Так вот оно там все внутри выглядит. Это вот вентилятор я снял с кулером. Видите, вот этот с охлаждающей штукой. Вот это стоит тут блок питания. А это я процессор менял. Когда-то трехъядерный купил. А это уже AMD четырехъядерный процессор. Стоит. С AliExpress. Было два ядра, три, а потом четыре ядра. Теперь есть новая материнская плата. Но я ее все никак не поставлю, эту материнскую плату новую. Потому что боюсь, что слетит операционная система. И поэтому не ставлю. Так, и что тут? Вот так вот у нас оно все смотрится. Что тут еще у нас есть? Вот это мы все посмотрели. То, что я хотел вам показать по этому корпусу, системному блоку. Но вот если посмотреть на YouTube-канале, вот эти все подделки. Сейчас мы глянем, что можно делать. А, кстати, тут еще есть изобретатели, как сделать самому корпус компьютера. Но это, конечно, не стоит делать. Потому что проще тут действительно купить готовый, чем вот как сделать корпус компьютера. И начинается вначале картонную надо под свою материнскую плату подобрать штуку. Видите, как оно все. Блок питания материнская с кулером. Вот эти все шнуры. Потом, что тут дальше они делают? Вот склеил он с картона. Видите? Да, ну это все как связаться. Когда там вот эти все кнопки для перезагрузки уже готовые в корпусе стоят с проводками. Только потом в материнскую плату те проводки втыкнуть. Вот эта кнопка перезагрузки. Кнопка включения-выключения. Уже в таком корпусе все стоит, все готовое. А вот это самому что-то мастерить, это уже излишнее. Когда этих корпусов и старых, и таких немерено. Вот тут мы с вами что еще? На YouTube-канале мне вот нравятся разные изделия. Тут вот есть поиск по YouTube-каналу. Можно упорядочить самые популярные. Но поиск можно дать арт. Там вот мне нравится, когда с металла делают разные штучки. Вот что-то тоже оно завораживает. Это задвижка в 3 тонны в Херсоне. Арт-объект сделали с этой задвижки канализационный памятник. Как репетируют спектакли. Вот плейлист по арту. У меня тут 255 видео. В плейлисты можно перейти. Туфли на проводе. Синее лицо. Так, что тут? Где тут эти человечки были у меня? Пенек вот разрисовали. В детской областной больнице. Загроможденная комната. Хохлома. Борлюк. Герб Херсона. Не герб, а этот вот символ разрабатывали они. А вот эти вот разные человечек из болта. Выставка изделий из металла. Вот тут интересные вещи. А еще делают больших. Вот таких вот, как под 3 метра ростом. Тут где-то тоже есть видео. Картины вверх тормашками. Тотемный столб в Херсоне. Вот оригинально с дверок машины сделали тотемный столб. Кто хочет делать арт-объекты в других городах, посмотрите это видео. Перенимайте опыт из Херсона. А там делали такое, что можно в кинофильмах снимать. Кукла-оберег. Массовая икра. Японская показуха. Отливает фигуры. Пенопластовая церковь. Сейчас у меня просто интернет через смартфон, как модем, подключен. Потому что сейчас в Херсоне у нас все налаживается. И поэтому временно проводовый интернет сейчас не работает. Вот это UrbanCAD открытие. Херсон UrbanSat. Вот CAD написано по-английски. Вот тут есть по центру. Вот та здоровенная штука стоит. Что вот это хоть в кинофильмах снимай с металла сделано. Там такая махина. Так что вот так вот оно все. Мы посмотрели плейлисты. Я ну вообще вот тут вот искать. Вот плейлисты, вкладка видео. Прочтите описание о канале. Вот мы с вами посмотрели такое все. Используйте все. Можно придумать. Что-то видите с этих компьютерных штук. Если у вас сильно много корпусов. То вы этих полочек можете декоративных наделать. На базар вынести. И продать. И заработать. Бизнес свой открыть. Написать, что собираете старые корпуса. Планки памяти. Там достанете. Кому-то продадите. Еще какие-то запчасти. Продадите процессоры. А потом с корпуса сделаете какой-то арт-объект. Но компьютеры сейчас собирать оно не сильно это. Потому что сейчас все идет на этих новых дисках. Вот сейчас я диск наберу. Как я менял этот диск на твердотельный. У меня стоит и тот твердотельный, где операционка. И стоит тот старый на пластинах. Вот диск CCD. Ускорит работу. Видите? Вот этот диск. Как флешка пластмассовая. Такая вот штучка. Как я копировал программу. Вот чтобы перенести на этот диск. Жесткий. Вот это жесткий диск. Новый такой манюсенький. Ну так рассказал я вам все.